Ну что ж, елочку нарядили, улицу зажгли, пора заняться собой. И очень кстати, в Некрасовском открылся новый парикмахерский салон – Александра. Начать свое дело его хозяйке Александре Абрамовой помогла государственная субсидия, которую она получила с помощью специалистов Центра занятости населения. Легко ли быть начинающим предпринимателем, узнали наши корреспонденты. Некрасовский Центр занятости населения занимается реализацией федеральной программы содействия самозанятости безработных второй год. За это время десятки наших земляков открыли при поддержке государства собственное дело. Александра Абрамова узнала о такой возможности, когда весной пришла вставать на учет по безработице. Идея открыть собственный салон – Александра, мастер-универсал с немалым опытом работы – приходила на умы раньше. Но без начального капитала задевать серьезные предприятия было страшно. Всегда сразу, самое главное, что нужно, основное – зеркала, кресло, тележка, мойка для головы. А потом уже, ой, а еще же, оказывается, раковина нужна. А куда ящички-то еще нужны? И еще, если честно, столько всего нужно. Составив бизнес-план и оформив все необходимые документы, Александра получила государственную субсидию – 58 800 рублей. Добавив к ним собственные средства, приобрела самое необходимое оборудование. Мечта, так скажем, моя сбылась. Обустраиваться в новом качестве Александре помогали и продолжают помогать многие люди. В первую очередь, конечно, самые близкие – родители, муж. Господи, руки бы и опустились, но вот он все, мне страшно не переживает, все хорошо, все постепенно. Родителям тоже очень большое спасибо, тоже очень много помогают. Александра верит в то, что мир не без добрых людей, и ей действительно везет на хорошее знакомство. Хозяин помещения в здании старой школы не только помог сделать ремонт, но даже готов подождать пару месяцев с арендной платой. Пока салон не обрастет постоянными клиентами и стабильным доходом. Уже начав работу, Александра строит планы по развитию предприятия. С прицелом на будущее создано одно дополнительное рабочее место. Кстати, профессию парикмахера Ирина Нищакова приобрела пять лет назад тоже с помощью службы занятости. Прическа – это же основное случая. На день рождения, хорошую камеру. Прическу делали два часа. Но для этого стоит посидеть эти два часа, для такого причаства. Девочка очень приветкая, на самом деле. И график работы очень удобный. Потому что я живу сама здесь по близости. Очень удобно. Всем, кто мечтает об открытии собственного дела, Александра советует не бояться трудностей. В ближайшее время ей предстоит утрясти все формальности с надзорными органами, санитарными службами и пошнодзором. Лучше все сразу сделать по закону, чем потом перед этим законом отвечать, считает хозяин. Дорогие наши некрасовцы, ждем вас в нашей парикмахерской, парикмахерской, парикмахерской Александры. Вы уже будете знать, где она находится. Хотим поздравить с наступающим Новым годом всех, пожелать вам успехов, добиваться того, чего хотите добиться. И все у вас получилось.